Всем привет дорогие друзья! Сегодня в этом видео я для вас подготовил новую топовую подборку из трех приложений, которые расширят функционал и добавят новых возможностей вашему Android смартфону. Напишите пожалуйста комментарий, какая программа для вас окажется самой полезной и вы захотите ее скачать. А скачать вы сможете сразу же в описании под этим видео. Я оставлю ссылки для вашего удобства. И сразу давайте приступать к этому видео, к этой подборке. И первое приложение под названием My Radio. Но это не просто приложение, где онлайн FM Radio и все. На этом эта программа и ее возможности не заканчиваются, они только начинаются. Почему я решил отметить именно это приложение? Да потому что там есть одна просто замечательная функция, которой нет в других радиоприложениях. И вот когда вы заходите в это приложение, оно автоматически подключает те радиостанции, которые находятся в вашей стране, в вашем регионе. У меня допустим вот Украина, соответственно украинские различные радиостанции. Давайте включим допустим вот KISS FM, например. Вот, ну просто, просто радио. И в зависимости от вашего месторасположения, включатся именно те радиостанции, которые находятся в вашем городе. Если вы хотите послушать радио из других стран, то пожалуйста, вот тут просто измените страну. Итак, самая главная фишка заключается в том, что когда вы слушаете какую-то музыку на этом радио, тут есть функция запись. То есть записывается именно эта музыка, которая вам понравится. Это просто офигенная функция. Нажимаем запись. Допустим, вы ее остановили. Где прослушать? Слева три полоски. Потом список записей. Заходите. Вот, нажимаем. Причем качество очень даже неплохое. И записывается конкретно вот эта вот музыка из радио. Ваших слов не слышно. Ну, тут я вот вчера, допустим, тестировал, записывал. Ладно, главное, чтобы по авторским правам мне YouTube не заблочил это видео. Итак, вы поняли, что есть функция записи. Вот как раз таки в этом и заключается главная фишка данного приложения. Что вам понравилось, вы сразу взяли и записали. Согласитесь, ой, не туда зашел, что это просто пушечное приложение с офигенной возможностью. Напишите, пожалуйста, комментарий, как вам эта функция точно понадобится. Что вам понравится, сразу берете и записываете. Итак, переходим к нашему второму приложению. Точнее сказать, их будет два на выбор. Это эквалайзер. Некоторые меня спрашивают. Посоветуй классный эквалайзер, который реально приносит звуковые какие-то новые эффекты. Первый эквалайзер вот такой. Он довольно простой. Очень легкий функционал. Опять-таки, давайте я включу короткую какую-то музыку. Даже не знаю, что включить, чтобы по авторским проходило тут все. Допустим. Реально, я не знаю по авторским, как оно будет. Ну вот, включили. То есть, каждый из вас там громкости может добавить. Какие-то дополнительные функции, усиление басов. Ну, так сказать, друзья, отличия есть. Тоже классное приложение. Именно вот этот вот эквалайзер. Он очень простой. Самое главное, что он работает и функциональный. Потом второй эквалайзер. Это вот этот вот. Вы заходите. Но тут уже больше функций, больше визуализации. Например, я включу сейчас эту же мелодию. Вот. Надо потише сделать. Ну, так, негромко. Включаем мелодию. Заходим эквалайзер. Включаете его. Тут различные вот эти параметры настраиваете. Я тихо сделал. Просто слева сверху полоска есть. Можете боковые вспышки вот такие вот добавить. Уменьшить, допустим, ширину. Именно вот как играет сам телефон во время этой песни. Ну, играет. Я сделал потише, чтобы YouTube не так слышал. Вот. То есть, это более функциональное приложение эквалайзер. Как вы можете заметить, тоже все работает. Десятиполосный эквалайзер. Ну, класс. Еще есть вот такой визуализатор. Дополнительные там функции тоже есть. То есть, кто хочет именно функциональное, такое красочное, яркое, с красивым интерфейсом, то тому подойдет вот этот эквалайзер. Кому просто и чтобы работало, это вот этот эквалайзер. Вот такие дела. И напоследок, друзья, третье приложение это Phototune. То есть, офигенное приложение. Если у вас травмированная, так сказать, фотография, которая несет в себе определенные неточности, то эта программа просто зачет. Выберем вот этого качка мужика. Это я вчера Enhance выбираем. Вчера хотел поискать майку. Ну, вот на этом мужике нашел майку и сделал скриншот. Так, сейчас оно найдет его. Вот. Теперь смотрите. Я вам сейчас покажу просто фотографию. Сейчас зайду в галерею, вам покажу этого мужика и само качество фотографии. Ну, вот такое качество. Видите, это вот скриншот. Приблизим лицо. Пусть будет вот такое. Заходим в приложение Phototune. До, после. Соответственно, вы понимаете, вот такая вот фотография сейчас, когда я провожу, она становится на порядок лучше. Вам видно, друзья, что реально это приложение улучшает качество, убирает различные какие-то легкие, знаете, размытости, неточности, нечеткости. Вот глаз, да? Вот правый, левый. Видно, да, отличие? Допустим, вот мы провели, сделали, улучшили. Нажимаем просто Save и все. Буквально там вам нужно знать две кнопки. Enhance и Save. Все. Фотка вот такая вот. Это старая. Новая появилась. Вот что я только что сохранил. Приблизим. Ну, теперь вот скажите, пожалуйста, где фотография лучше? Вот это? Или вот это, что я сделал? Скриншот. Ну, очевидно же, что вот это намного круче стало вообще. То есть, приложение Phototune, ну, обалденнейшее. Вставляете сюда любую фотку и вытворяете с нее, что захотите. Лечит, повышает качество, какие-то эффекты там убирает, лишние размытости, нечеткости, неточности. Пиксельные фотки, старые фотки. Вы видите, оно улучшает качество и намного приятнее становится фотография. Вот такие, друзья, у нас три классные приложения были в этом обзоре. Пишите комментарий. Ставьте свои лайки. Подписывайтесь. Спасибо за внимание. Всем хорошего настроения, друзья. Удачи, успехов и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok